Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GamerusTV и добро пожаловать в новое видео. В сегодняшнем ролике вы увидите третью часть моей рубрики, где я показываю вам различные сочетания ножей и перчаток. В сегодняшнем выпуске я покажу вам наилучшие сеты, которые можно подобрать на бюджет от 10 до 20 тысяч кредитов. Это некий средний ценовой сегмент, поэтому я думаю, что для большинства из вас этот ролик будет интересен и полезен. Как минимум я на это надеюсь. Поэтому перед началом не забывайте обязательно прожимать лайк, подписываться на канал, если вдруг еще этого не сделали. На ютубе сейчас не лучшие времена, поэтому любая ваша поддержка в виде лайков, комментариев очень-очень важна. Поддержите, пожалуйста, ролик, потому что на его создание уходит действительно большое количество сил и времени и мне будет приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь. Ну и также не забывайте присоединяться в другие мои социальные сети, дискорд-сервер, группа Вконтакте, Телеграм-канал для того, чтобы поддерживать со мной связь вне ютуба, следить за обновлениями на канале и также принимать участие в различных раздачах и конкурсах. Неизвестно, что в дальнейшем будет с ютубом, поэтому для того, чтобы нам с вами не терять связь, нужно обязательно быть подписанным и на другие соцсети. Ссылочки на них есть как в описании под видео, так и будут в закрепленном комментарии под ним. Ну и на экране я выведу для вас QR-коды, поэтому кому удобно переходить по QR-у, просто сканируйте и подписывайтесь. Ну а мы с вами не будем затягивать и перейдем уже непосредственно к той подборке сетов, которую я для вас собрал к сегодняшнему выпуску. Как вы можете заметить, к сегодняшнему ролику я подобрал действительно большое количество сетов, сегодня их будет больше 50 штук. Ну и для того, чтобы вам было удобнее за всем этим делом смотреть, я заранее все смонтировал, нарезал, чтобы сейчас просто это все дело комментировать и не затягивать особо ни свое, ни ваше время. Также в левом верхнем углу вы можете заметить стоимость данного сета в кредитах, если учитывать рыночную цену. Это важное уточнение, потому что если ловить те перчи и ножи, которые я показываю по запросам, соответственно сет можно будет собрать еще дешевле. В общем-то полетели смотреть, и как вы можете уже заметить, первый сет это у нас перчаточки Zuma Beach плюс бабочка Rhyme. Данный сетик раньше смотрелся со старой графикой еще лучше, но по-прежнему смотрится достаточно круто. Сам я с ним отыграл очень много раньше, поэтому могу его посоветовать. 16900 кредитов по рыночной цене данный сетик у нас стоит. Дальше у нас идут перчаточки MipMip, к ним я подобрал бабочку Living Blade, как по мне смотрится неплохо, в принципе эти перчатки очень похожи на Acid, поэтому что с Acid, что с этими перчатками данная бабочка смотрится замечательно и стоит такой сетик 15000 кредитов. К перчаткам Backcatcher я подобрал дефолтный нож Vivid Green, он немножко выбивается из ценовой категории, но я его все-таки в этот видос добавил, поскольку многие меня просили какой-то сет к данным перчаткам собрать, поэтому как раз таки, ребята, все для вас. Вот этот сет мне тоже понравился как смотрится, хоть мне перчатки КТ никогда не нравились, но в сочетании с топориком Sanguine из, получается, Black Metal Case, как по мне смотрится достаточно стильно и в целом недорого, 10000 кредитов такой сетик у нас стоит. Дальше у нас идут перчатки Viv Punish, к ним лучше всего подходит бабочка Monarch, смотрится реально круто и 19500 кредитов такой сетик стоит. Я с ним играл, поэтому знаю по себе, что смотрится он реально круто. К перчаткам Continuum очень тяжело что-то подобрать, но, как по мне, Kerambit Armadilla из осеннего кейса смотрится неплохо, достаточно стильненько, на мое удивление, поэтому используйте, кому нравится, как бы сетик смотрится круто. Дальше у нас идут перчатки Cygnus, тоже с бабочкой Living Blade смотрится, как по мне, неплохо, но это уже подороже сетик, в отличие от перчаток MipMip, 18 350 кредитов он у нас стоит. Дальше, дальше у нас идут мои одни из любимых перчаток Director. Здесь, как вы можете заметить, я к ним взял бабочку, как ее называют, бабочка Firebrand. Смотрится тоже хорошо, но все-таки больше мне нравится в сочетании с Каньоном, это прям мой самый любимый сет. 19500 кредитов стоит, на самом деле не так дорого, но это прям мой main set, который я использую очень-очень часто, поэтому, ребят, всем советую, отыграл с ним очень много каток, нереально топовый сетик. Вот с этим сетом я тоже играл много в свое время, когда вот эти перчатки Northwinds со старой графикой еще смотрелись получше, но даже сейчас этот сет смотрится реально топово, по цветам все прям гармонирует и по стоимости недорого 12 тысяч, поэтому используйте. Этот сетик с керамбитом Furious стал смотреться хуже с новой графикой, потому что сейчас перчатки уже стали более бледными, в отличие от того, как было раньше, но по-прежнему смотрится, как по мне, неплохо, поэтому я в этот видос его добавил. К синкам тяжело что-то подобрать в сет, но дефолтный нож-шаттер, как по мне, это прям лучшее сочетание именно с данными перчатками, стоит тоже недорого, 10 140 кредитов по рыночной цене, поэтому кто любит синки, кто любит желтые перчатки, пользуйтесь. Я добавил также сет с керамбитом Elite, но раньше он смотрелся намного лучше, потому что сам нож был ярче. Сейчас он прям супер темный, как вы можете заметить, и как по мне, уже смотрится не так хорошо, но тем не менее, я решил его в видос добавить. Дальше у нас идут перчатки Good Night, в принципе, первым ножом я взял Tech Tool Pestilence, как по мне, смотрится в целом неплохо, сносно, и недорого достаточно, 10 тысяч кредитов, такой сетик стоит. Также я взял вот этот вот, получается, ключ Shuttered Eyes, который был в рулетке, как по мне, по цветам тоже, кстати, достаточно неплохо гармонирует, и примерно по ценовой категории то же самое, что и с Tech Tool. Керамбит Old Money, но в принципе, как по мне, это классика, такой достаточно стильненький сетик, поэтому используйте, я не раз его показывал у себя на стримах, смотрится реально круто, достойно. Ну и вот этот вот ремикс Mainframe Zero, не думал на самом деле, что оно будет прям идеально по цветам гармонировать, но смотрится реально топово, еще бы вот рукоятка была не красная, а серая, было бы прям вообще идеально. Поэтому используйте, ребята. Вот эти перчатки Night Out, на самом деле, мне очень сильно понравились, и как бы первый сет, который я с ними показываю, это Tech Tool, который шел в рулетке в комплекте, как по мне, сочетается достаточно неплохо, но вот, кстати, с этим Kukri Slice of Lime, как по мне, смотрится значительно поинтереснее. Вообще, к этим перчаткам много чего подходит интересного, помимо Kukri еще сейчас будет, получается, топорик Mix, тоже такой некий градиентик. С этими перчатками я также, кстати, отыграл очень много, поэтому на своем опыте могу сказать, что смотрятся они в каточках топово, и сеты с ними в целом относительно недорогие по стоимости. Также Tech Tool с Бобром, который, по моему мнению, один из лучших вообще в игре, тоже хорошо сочетается. 12 300 кредитов все это дело стоит, то есть относительно недорого, но при всем при этом смотрится реально достойно. И последний ножичек к этим перчаткам в сегодняшнем выпуске, это у нас мясницкий нож, не помню, как называется, был он в рулетке. Тоже 12 500 стоит, примерно все сеты в одной ценовой категории здесь, и, как по мне, сочетается круто. Перчаткам Косинета, они, кстати, подорожали последнее время, я подобрал вот этот вот, как его, Kukri Sheprek. Оттенок раньше, на самом деле, сочетался еще лучше, но даже сейчас смотрится топово, поэтому я, как человек, который играл с этим сетом, могу его посоветовать. Точно так же и с Hack Tool, сочетание по оттенкам не прям идеальное, но смотрится топово, поэтому, ребята, используйте. Сам с такими сетами играл, поэтому знаю, что круто. Вот эти перчи мне, честно скажу, вообще не нравятся, минбласты, но я к ним решил все-таки подобрать сеты, потому что находятся люди в комментариях, которые просят. Поэтому, ребят, кому интересно, это специально для вас. К ним подходит вот этот вот ремикс из Mainframe кейса и ремикс, как он называется там, Trangulation. Вот, по оттенкам вот эти два ремикса, это единственное, что к ним подходит, но, учитывая стоимость сетов, честно скажу, я бы их покупать не стал, поэтому это именно для таких вот ценителей, так скажем. Вот эти вот перчи Halloween Dusk, одни из лучших в игре, одни из моих любимых. Наиболее бюджетный сет к ним, это, получается, меч Solar Flare, 14 тысяч кредитов такой сетик стоит. Вот эти, кстати, перчи, они тоже подорожали, но, тем не менее, смотрятся топово. Вот этот Kukri Patrol, как по мне, прям идеально по цветам сочетается, был бы он еще чуть поярче, было бы вообще топово. Но даже так смотрится круто. Единственная цена, наверное, кусается, 19 тысяч, но именно как сочетание мне действительно зашло. С Брайнами все по аналогии, как и с Минбластами. Там оттенок примерно одинаковый, поэтому я подобрал те же два ремикса. Ремикс с Mainframe кейса и ремикс с Trangulation, который будет следующий у нас. Вот, собственно, вы можете видеть, как все это смотрится. Не знаю, кому эти перчи заходят, но, наверное, любители есть, поэтому, ребята, если вам нравится, покупайте. Все для вас. Хотя по стоимости, конечно, не дешевые сеты выходят, но что поделать. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идут перчатки Green Pesli, и единственный нож, который я к ним подобрал, что прям идеально сочеталось, это топорик Baroneum. На самом деле, не ожидал, что будет прям так хорошо гармонировать по оттенкам, по цветам, но смотрится реально достойно и круто. Ничего другого, прям, чтобы подходило лучше, я не нашел. Точно так же и с Хроносами. Единственный нож, который прям идеально к ним подходит, это, получается, ремикс Rich of Brass, который был в рулетке. Как вы можете заметить, по оттенкам прям идеально гармонирует и сочетается. Коренч, Pesli я подобрал, получается, вот этот меч Solar Flare. Здесь, конечно, по цветам не прям идеально, оттенки чутка разные, но, как по мне, смотрится достойно. Такой бюджетный сетик, 13 тысяч кредитов. Все это дело стоит. Вот этот сетик достаточно сомнительный, но, не знаю, лично мне он понравился, как будто бы в нем что-то есть. Хотя по цветам не прям идеально, далеко не идеально. Но лично мне сет зашел, я его добавил. А там уж смотрите сами, нравится вам или нет. Этот сет я взял не как сет в качестве, там, гармонирования по цветам. Это такой чисто маньячный сет. Если вдруг кто-то любит такую тематику, то, я думаю, вам зайдет. Поэтому так. Дальше у нас идут перчи Bengal. К ним, естественно, ремикс Predator. Куда же без него? Как бы идеальное сочетание. Поэтому, ну, здесь вопросов нет. В принципе, неудивительно, что оно подходит. И второй ремиксик у нас будет ремикс Hot Rod. Примерно в одной ценовой категории, что и с предыдущим ремиксом. Но оба сета топовые, поэтому здесь кому нравится, покупайте. А так, в целом, к этим перчаткам тяжело что-то подобрать. Дальше у нас перчатки Mainframe. К ним идеально прям подходит вот этот вот гаечный ключ Undead. Смотрится прям мега топово. Поэтому, ребята, кому эти перчи нравятся, используйте обязательно. И также получается бабочка Deep Cut, которая у нас была в пассе. Тоже по цветам прям очень хорошо сочетается. Оттенок зеленого, конечно, отличается от перчаток. Поэтому в этом плане ключ побольше подходит. Но даже так сочетание все равно топовое. Лично мне понравилось. Дальше у нас идут перчи, получается, Discord. К ним, естественно, я подобрал TechTool Tigris. Как по мне прям по оттенку топово смотрится. Мне нравится. Помимо этого у нас к нему еще идет Kerambit Revolution. Тоже смотрится топово, офигенно. В целом, к этим перчаткам, на самом деле, много чего можно подобрать. Жалко, что они немножко подорожали сейчас на рынке. Но, тем не менее, перчи топовые. Я с ними играл, поэтому можете пользоваться. Этот, получается, Tomagav шел в комплекте, в рулетке. Я считаю, что этот сет того не стоит, потому что Tomagav откровенная параша. Но, тем не менее, как сет оно сочетается, поэтому я его в видос добавил. Ну, топорик Encrypted не прям идеально подходит. Он больше сочетается с таргет локами. Но я его тоже решил в видос добавить. Почему бы и нет? Потому что, ну, в целом, как по мне, смотрится сносно играбельно. Как-то так. Дальше у нас на очереди идут Black Pesli. В Black Pesli я подобрал этот Kerambit Ink Drop. Не думал, на самом деле, что оно будет прям хорошо сочетаться. Не идеально. Потому что есть вот эти вот оттенки синего на Kerambit. Но, тем не менее, смотрится топово. Поэтому, как по мне, как бы более чем достойный сетик. Но идеальный сет, конечно, с этим ремиксом Parceline. В принципе, раньше бы этот сет смотрелся еще лучше, когда перчи были прокрашены внутри. Но даже сейчас сет топовый, поэтому, ребята, используйте. К таргет локам, опять же, похожие будут сеты, как и с перчатками Discord. Вначале это Туктул Тигрис, который и к тем, и к другим перчаткам подходит прям офигенно. Дальше у нас идет Kerambit Sanguin, потому что конкретно к таргет локам он заходит лучше, чем Revolution. Я это все дело проверял. Поэтому могу сказать, что этот Kerich смотрится прям идеально в сочетании с таргет локами. Помимо этого, ну, я решил Kerambit Revolution тоже добавить. Опять же, смотрите сами, какой из этих двух сетов вам больше по душе. Но, как по мне, с Kerambit Sanguin смотрится поинтереснее. А так, в целом, они даже в ценовой категории одинаковы. Поэтому выбирайте тот, который вам больше приятен на глаз. Топорик Encrypted, как я и говорил, с таргет локами, по-моему, он смотрится прям значительно поинтереснее. Если не ошибаюсь, он в комплекте к этим перчаткам в рулетке и шел. Поэтому, в целом, неудивительно. Дальше у нас идут перчатки The Mark. К The Mark я подобрал вот этот вот, получается, кастет Knife Out. Этот сетик я увидел у своего друга. И, как по мне, смотрится реально топово. Поэтому в видос я его не мог не добавить. Kukri Slice Offline, на мое удивление, тоже смотрится достаточно топово, как по мне. Я с таким сетом не играл, но думаю, что буду играть, потому что с The Mark я играю достаточно часто. Также вот этот вот, получается, мясницкий нож. Тоже такой некий градиентик, смотрится прикольненько. Я, на самом деле, даже не ожидал, что к The Mark можно подобрать настолько много реально прикольных и относительно недорогих сетов. Дальше у нас идут перчаточки Blue Imperial. И кастетик Moonfall, или как он там, Mooncrash называется. В общем-то, с этим сетом я у себя бегаю часто на стримах, и он действительно топовый. Поэтому используйте. И последние перчатки в этом выпуске, это у нас перчатки Modern. К ним я подобрал для начала Tectool Bandit. Такой максимально бюджетный сетик. Но сочетается неплохо, поэтому почему бы и нет, в видосике я его добавил. И последний сетик, это у нас Modern с дефолтным ножом Fizer из осеннего кейса. Смотрится, как сет, как по мне, тоже приемлемо. Но по цене достаточно дороговато, практически 20 тысяч кредитов. Подобный сетик у нас обходится. В общем-то, друзья, на этом сеты подходят к концу. Я очень надеюсь, что они вам понравились. Поэтому обязательно пишите в комментариях, какие сеты зашли лично вам. И что бы из этого стали использовать лично вы. Будет очень интересно почитать. Ну и не забывайте, опять же, прожимать лайки, подписываться на канал за мои старания. Потому что на создание подобных видосов входит очень много времени. Как на подбор сетов, так и на озвучку этого всего. Я местами заговаривался, поэтому за это меня извините. Но надеюсь, что ролик вам понравился и вам было действительно приятно его смотреть. Поэтому, опять же, не забывайте, что на 200 лайков под этим видео я сяду для вас, записывая следующую часть. Которая, возможно, будет даже финальной. Посмотрим по количеству сетов, которые у меня получится сделать. Надолго с вами, ребята, не прощаюсь. Постараюсь делать видосы почаще. Потому что последнее время на канале контента было достаточно мало. Как видосов, так и стримов. Буду исправляться и пилить для вас контент почаще. Ну а вы, опять же, не забывайте поддерживать. Поэтому, ребята, ставьте лайки, переходите в другие мои социальные сети. Буду вас всех там очень ждать. Ну а мы с вами увидимся уже на новом видосе или же на новом стриме. Всем пока-пока и удачи.